Всем привет, я Серега Стилов и с вами новая серия Стилов Дейли. Я только что заезжал в Бус Моторс, забрал коробку, коробку с моей пятерки серой. Пока я был в Москве, парни из Бус Моторса загнали ее на подъемник, сняли коробку. Кто помнит, там вылетает первая передача, поэтому еду сейчас на разборку, сдам эту коробку, доплачу денег и возьму другую пятиступку. Чтобы у нового хозяина пятерки не было проблем с коробкой. А также там начали процесс по заварке редуктора и установке выворота. Не захотели ее продавать как есть, не обслуженной, с вылетающей первой передачей, поэтому она будет, получается, обслужена, поменено масло в коробке, в редукторе, в двигателе уже поменено. Будет небольшой дрифт-спек, с которым вы сможете поставить ее на учет, потому что это не явно видно, знаете, это не когда у вас там ковш стоит, гидроручник. Короче, такой слипер. Так, пятиступка, да? Это пятиступка, а здесь масло от коробки, от колена, она, наверное, вылетала. Я понял, да. А так все четко. Ну, короче, коробочка такая хорошенькая и люфта нету. Все, отлично, спасибо. Очень оперативно взял коробку, хорошо, что есть знакомый, Леша мне опять помог. Короба стоил 4 рубля, вроде как хорошие обещали. Сдал свой зачет, получается, за рубль и за 3 рубля взял эту коробку. Привез карабас в Гусс Моторс, но тут особо нечего показывать. Пятиступка, жига-коробка, а ребята тут сделали новый бокс по соседству. Закончили тут ремонт, поставили свет, подъемник. И здесь вот уже пятерка висит без редуктора, карабаса, рычагов. А у нас тут разбор ситуации с четверочкой. Маленькие проблемы. Вот так у нас. Да, я вижу прям дырка. Вот, здравствуйте. И там тоже, да? Наши кузовщики сказали, что мы поменяем порог, поменяем усилитель. Он находится за порогом. Сделаем ставку в пол. Нам нужно определиться, что будет с этим сидением. Либо здесь будет ковш стоять. Вот этот кронштейн надо будет докупить, если будет стоково. Эти коррозийки закроем все и покрасим все сверху. Работа где-то на сколько тысяч плюс? Цена по работам нам сказали около 15 тысяч рублей. Был, конечно, вариант не делать и отправлять ее так в Красноярск. Но сами понимаете, что ставка на жигу большая, так сказать. И как бы труху отправлять смысла нет. А так как уже купил и как бы сейчас не принимается то, что зачем покупал и так далее. Все, надо разбираться с тем, что есть. Надо еще посмотреть в другую сторону. В принципе-то мы видели, что берем как бы. Все, никаких вопросов как бы у нас нет. Мы и так знали, что нам нужно менять порог. Но тут скрылись какие-то проблемы. Ну это все в принципе, ничего страшного, ладно. Я уже сегодня смотрел трансляцию первого дрифт-баттла от квалификации. Серега тоже смотрел. И я просто смотрел на трассу и думал, ах, когда же я там буду, когда же я туда поеду. Очень много там универсалов, четверок, двоек. Ладно, с жигой будем заниматься. Пойдем к той пятерке еще сходим. Вернемся к пятерке, которая у нас готовится тут на продажу. Отпилим фаркоп, потому что мне кажется он лишний. Здесь было плохо с одним барабаном, его тоже заменим. Редуктор-заварка. Вот уже заварен, здесь вопросов нет. Новые колодки задние стоят, крестовины поменены на кардане. Спереди колодки новые, шаровые нижние новые. Сцепление в хорошем состоянии, там процентов еще 60-70 остаток. Проблемы с тормозами, но у нас это все есть. Мы сейчас поменяем суппорта. Там были отколотые направляющие. Все это сделаем. Сейчас сделаем красноярский выворот. Заварку поставим, коробку новую поставим и поедем кататься. Вот так вот тот, кто купит эту машину, может не волноваться за ее техническое состояние. Потому что мы ее все-таки покупали наугад около арбузного магазина. Явно человека перекупа и не знали, что нам от нее ждать. А тут вот, считайте, мы все посмотрели, все разобрали, ну и готовим к продаже. Сделали сошки. У нас будет бордовый цвет. Это сошки минус 30 получились у нас. Обязательно я их затещу, посмотрю, как рулится машина на них и скажу уже свой вердикт. Как они у нас будут называться? Пока они еще никак не называются, потому что их надо сначала затестить. Если с ними будет все окей. Проектировали мы тут с ребятами вместе, соорудили небольшой кондуктор. Потом обязательно покажем вам все, но сначала надо их затестить. А у вас есть красные бусмотрские? Это рычаги с пятерки, готовятся под переварку. Сайлентблоки заменим, поставим новые. Что у нас с моей пятеркой белой? Поменяли все шланги, вообще абсолютно все. Но у меня есть предположение, из-за чего это была проблема. В бачке тормозном. Там есть такая резинка, она от времени расслоилась, я не знаю, как это называется. Она такая вытянутая стала. И она закрывала, похоже, подачу тормозухи. Или не знаю, она не возвращала обратно тормозную жидкость. И у нас были проблемы с этим ручником. Он как накачивался, такое ощущение. И блокировал наши задние тормоза. Но мы все шланги заменили. Заменили еще шланг сцепления, потому что он был недостаточным состоянием. Сделали руль, чтобы не болтался, кстати, подкрепили. А сцепление, контргайку закрутил? Контргайку мы закрутили, да. Не знаю, вибрация что-то, да, 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 да. Почему-то он все время раскручивается. Либо ты недостаточно, тогда у нас раскрутилось. Ты подкрутил, может, недостаточно, закрутил. Сейчас там сделали тысячу гаек, чтобы там, не дай бог, что-то раскрутилось. А сейчас я машину забираю из Бус Моторса и еду на обклейку. Я вам еще не говорил, в этом сезоне жига будет в обклейке, в дизайне. Дизайн, конечно же, от моих друзей, партнеров, спонсоров Trailhead. Мы, как обычно, вместе с Мишей, дизайнером, сели за компом и стали просто набрасывать эскизы, какой будет жига. Я обязательно хотел, чтобы был немного стиль лавра. То есть, это такой мой внутрикомандный стиль. То есть, лавр у меня расклеен. Всем он зашел, всем он понравился. Главное, мне он очень нравится. И также я хотел что-то в этом стиле сделать про жигу, но немножко другое. Плюс, одна из главных задач, сделать это более бюджетно. То есть, использовать технику аппликации, сделать наклейками. Небольшую распечатывать, как на лавру, потому что это вышло очень дорого. Пленка с печатью. А сделать именно аппликации по всей машине. Набросали дизайн, нам он очень понравился. Сейчас еду отдавать жигу, будут обклеивать. Хоть и поставили пружинку, у нас со сцеплением все равно остались проблемы. Педаль залипает и, получается, отшелкивает. Отшелкивает. Не всегда, но иногда. Перед оклеечкой заехал на мойку, чтобы жигу отмыли. Обязательно заказал обезжирку. Спасибо. Я приехал на подземный паркинг к Вове. Может быть, кто вспомнит, Вова человек, который занимается всем винилом, наклейками, печатью. И с недавних пор он стал клеить тачки. Они разрабатывают свои дизайны. Несколько готовых дизайнов. То есть человек на жиге может приехать и выбрать уже готовый, и скомпоновать его, как он хочет. Вообще любой, ну, на выбор, печать, аппликация. Давай рассказывай, почему клеить будем в паркинге. На самом деле у нас есть место, где клеить тачки. Просто аппликация, это не такая сложная штука. Ее, в принципе, можно поклеить на паркинге. То есть тут чистенько, тут постоянно убирают. Короче, я приехал к Вове домой практически. Он сказал, давай, Серега, я тебя просто около дома поклею и все. Я такой, да давай без проблем. Главное, чтобы все получилось качественно. Это самое главное. Сейчас вы видите наш дизайн-макет. Его Миша подготовил. Вова уже заранее распечатал все, что нам нужно. То есть все элементы моей ливрей. Они выглядят как гигантские, знаете, наклейки такие. Вова вызвался помочь, сделать все очень бюджетно. Поэтому спасибо ему огромное. Ну и уверен, что получится все отлично. Я сейчас дальше еду заниматься серой с пятеркой вместе с бус-моторсами. Но тут оставлю камеру обязательно. Будем наблюдать процесс. Ты сказал, за вечерок сделаешь? Часов за пять. А я возвращаюсь в бус-моторс. Вот купил масло в редуктор. Жига все еще на подъемнике. Ребята тут установили коробку. Редуктор тоже на месте. Выворот уже сделан. Обратите внимание, рычаги верхние переварены. Смещены. Ровно, да, как мы тогда делали. Супер. Сошки установлены, бус-моторские. Купили уже новый барабан сюда. То есть будет новый тормозной барабан. Они где-то с помоечки. Тросы ручника подъехали. Тоже свеженькие. Здесь уже очень уставший. Поэтому будет работать сток ручник. На нем можно уже боком валить. Конечно же в этой тачке будет к чему приложить руки. То есть там можно и запариться, и сайлентблоки разные менять. Это же жига. Спилили ограничители с рычагов. Вот здесь они находятся. Здесь он еще есть. Будет рекомендация сделать еще больше выворота. Это заменить рулевой наконечник. Есть тоже стоковый такой же, но вот этот сам набалдажник у него уже. И он дает больше выворота. И еще спилить ограничители с редуктора. Это тоже будут рекомендации для следующего владельца этой жигули. Сейчас мы этого делать не будем, потому что вдруг вам это не пригодится. Мы попали в соседний бокс к нашим мулярам. Здесь уже, я смотрю, вообще процесс начался хорошо. Вырезали всю гниль. Новый порог уже куплен. Кусок нового пола. Короче, процесс пошел. Мне это прям очень нравится. Я тут сгонял за каршеринговой жигой. И еду отдавать ее Денису обратно. Потому что вроде как моя жига ездит. Но правда с сцеплением надо разобраться. Но эта тачка что, выручала у меня в трифтовые вечера, когда жиги моей не было еще. Я уже забрал Дениса из дома. Сейчас он поедет на этой тачке. А я приехал к Вове. Он тут закончил обклейку. Буквально прошло 6 часов. Машина готова. 5 часов. 5 часов прошло. Так, встречайте. Обновленная жига 2019 в таком дизайне. Вот эта история именно с лавра взята. Заметьте номер 71. Почему 71? Потому что я весь сезон, кто заметил на лавре, в Мацури ездил под 71 номером. Мне он в принципе так по душе. А сжигу, как известно, надо понумеровать. Это модно. Поэтому будет теперь номер 71. Здесь написано Trailhead. Здесь Bus Motors. Мои технические партнеры. Бачина вот такая. Здесь логотип. Птичка Trailhead. Здесь летят буквы. Написано тоже Trailhead. Кто помнит, на лавре здесь вот такие макароны, что-то типа лапши. Мы думали, как сделать это на жиге. То есть не такой же, но в таком же стиле. Поэтому у нас такие тут угловатые формы. Назовем это так. Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Просто аппликация заклеена. Машина в зиме. Это зимний лайтовый дизайн. Ну, здесь, наверное, были сложности в поклейке. Потому что кузов тут неровный. Ну, в целом, все хорошо наклеилось. Ну, и, конечно же, логотип Trailhead на крыше. Как прошла обклейка? Все по плану. За пять часов, как сказали, обклеили. Все, спасибо тебе огромное, что взялся за эту работу. Как я уже говорил, самое главное была бюджетная такая оклейка. С задачей мы справились. Кто заметил, тут рядом Sky. Это Wallen Sky. Он купил его в этом году. Он уже был вот в таком виниле. Но это не винил. Все покрашено Монтаной в стиле Fail Crew. Дизайн этой машины будет переделываться в следующем сезоне. Если кто-то себе хочет тоже такую же кайфовую ливрейку. Ну, не такую Trailhead, а другую. Или распечатать, например, свои наклейки. Или еще что-то, связанное с печатью наклеек. Обращайтесь к Вове. Стирочку, конечно же, оставлю в описании. Потому что все сделал вообще быстро, качественно. Ну, респект очень. Я тут прощаюсь с Денисом и прощаюсь с каршеринговой жигой моей. Спасала меня, как я уже говорил. Ну и выехал на своей. Видок. Вообще огонь. В ночи смотрится прям спортивное. Пока! Бачком ушел. Сава. Решил я заехать на ближайшую парковку. Это Лера Мерлен. Мы тут как-то и летом катались, и зимой катались. Здесь жиг дофига просто. Реально наваливаются все. Подъехал сюда Леха. Досвапал свою жигу. Леха на 3,4-м скайпом. У тебя был у него в гараже. Сейчас обкатывает. Правда, он уже 500 с лишним километров обкатал. У него пока ни ковша в салоне, ничего нету. Диски прикупил себе в СМПО Солярис. Такие же, как у меня. Мне очень нравятся эти диски. Перестраиваемся за квадриком. Перестраиваемся за квадриком. Я все еще катаюсь, тут задержался. Покрытие очень хорошее, лед. Сейчас приехали в тот самый скот, где мы летом гоняли на Лавре. Here we go. У меня что-то со сцепой Посмотрели, что там оторвалось В общем, у вилки, которая идет из коробки У нее есть шток Вот этот шток просто сломался Я сейчас завелся на первой передаче Просто покрутил стартером Поддал газку И машина завелась И переключился на вторую Просто с накатика едешь Газ отпускаешь Я поехал домой Без цепления тут наваливаю Это, в принципе, не сложно Просто газом У меня еще пен скончается В принципе, передача вставляется Вот сейчас на четвертой еду Опять же, просто едете Газ отпускаете И так пытаетесь ставить передачу Она раз и вставляется Первое Зажигание Есть Я решил не везти машину на стоянку домой Потому что она едет Только, грубо говоря, на передаче Без цепления И самое то Ночью ее отвезти в Гус Моторс Потому что, если я завтра днем Этим буду заниматься То в трафике это будет очень сложно Так как стартовать приходится Именно всегда с передачи Заехал сейчас на территорию Все окей Сейчас уже третий час ночи Конечно же, не буду будить Серегу, Гошу Из Бус Моторса Не буду говорить Завтра и будет сюрприз с утра Моя жига Вот мне кажется, что Вот именно вот этот шток С ним и были проблемы Потому что сцепление Я же рассказывал, что оно зависало постоянно Постоянно щелкало Именно это мне казалось Где-то в районе вилки Вот, видимо, что-то со штоком было Может быть, что-то криво шло В итоге его просто обломало Немного не смог я остановиться Надеюсь, все окей С машиной все порядок С воротами тоже все порядок Вот такие сегодня были покатушки Доехал до Бус Моторса Все в порядке Оставляю машину тут Завтра как раз сразу ей утром займутся Я надеюсь, что решим наконец-то проблему со сцеплением И больше она не будет мучать И машина будет ездить Сегодня покатался, можно сказать, на шестнаре нормально В принципе, динамика понравилась Но особо каких-то изменений я прям не ощутил Ну а там, где был асфальт Я не стал наваливать боком Потому что у меня сейчас все-таки свежая резина Сзади стоит Хака 7 И мне уж очень не хотелось стирать шипы Но все равно когда-то это придется сделать Но на льду она валила вообще знатно Просто ко всем подъезжала Там к любой машине Но это, мне кажется, все из-за новой резины, конечно же Жалко, что тут нет никакого каршеринга Ну в том плане, что какой-нибудь тачки На которую можно уехать Потому что уже не в первый раз я ночью приезжаю в Бус Моторс Ставлю машину и ухожу домой Обязательно напишите в комментах Как вам расклейка Жиги Зашла или нет Я тут поспрашивал у людей Ну мне сказали, что прям зашибись Жиги очень идет Плюс ко всему скрыли обклейкой Всякие ссадины, которые были Ну и мне кажется, вид такой стал что-ли позлее Может быть, поспортивней Ну как-то так это можно назвать И самое, конечно, приятное Что она очень похожа на Лавра То есть это все в едином стиле сделано Короче, я обклейкой очень доволен Ну а вы, ребят, спасибо, что смотрели это видео Обязательно поставьте лайк Вот прямо сейчас поставь лайк Если оно тебе понравилось Также подписывайся на канал Подписывайся на второй канал Стилочка, которого всегда есть тоже в описании Ну а с вами был Серега Стилов Готовьте свои машины Летние, зимние И наваливайте бочком Давайте, ребят, всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok